Шалом! Вы слушаете подкаст «Чё там, и евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами веселые и ни разу не уставшие после рабочего дня ведущие Макс, Лев и Маша Привет! Привет! И мы сегодня будем вас бомбить своими новостями Как и бомбят базы американские в Ираке Как вам такое, а? Как вам такое, перефокс? Максим, просто я ехал с работы и придумывал шутку Не, я ехал с работы и уснул И нам не приснилось Нормально Норм Что, давайте начнем с пятиминутки рефлексии? Ну давай Давай, Лев, ну тогда начинай Ну, на этой неделе был Новый год И я не часто его праздную Ну или как особенно В этот раз он мне запомнился Потому что ко мне пришло знакомое И мы смотрели «Голубой огонек» 1999 года Вот, там были прекрасные звезды Те же самые, что и сейчас Но там был Ванас Амей Были люди, которых я вообще не знаю По-моему, они там выступили и умерли сразу Потому что я вообще не знаю, кто это такие Магдан Ситамир? Возможно И еще мы посмотрели фильм Адриана Челентано «Блеф» Это было не связано с Новым годом Но просто интересно как концепт В общем-то, в принципе, мне понравилось Я думаю, что это было достаточно Ну и еще мы ели бутерброды со шпротами Вот Такой Новый год Неплохо, неплохо Ну, учитывая, что 31-й был рабочим днем И первый был рабочим днем Такое Ну да, я вообще уснул без 15-12 У меня что-то смотрел Я думал, что я дождусь с 12-ти и пойду спать Но я не смог Я проснулся только от криков Когда был обратный отсчет Типа 9-8 Я такой Оп, Новый год Хорошо, спасибо Ибо я опять лег спать Ты кричала Это было, да Ну, многие кричали Все сразу Но было странно Потому что мы же хотели послушать президента Начали спорить Некоторые говорили Да зачем? Это пережиток времени Не нужно этим заниматься больше Зачем вам это надо? Другие говорят Давайте Путина, давайте Путина, Путина А другие говорят Зеленского, Зеленского, Зеленского Ну, решили, что типа Зеленский добродушный Харизматичный Давайте начнем с него Новый год И вот за 5 минут До Нового года Мы включаем Эту прямую трансляцию Она так лагала Как ничто не лагает просто Она тормозила и так далее Но суть в том, что Зеленского на экране не было Были прямые включения Там были разные люди Которых мы видим впервые Из Запорожья, из Винницы Из разных других городов Украины А президента так и не было И это было страшно Потому что когда ты включаешь телевизор За 5 минут до Нового года Там нет президента А там, например, какой-нибудь балет То это плохой звоночек, понимаете? Очень тревожный Но оказалось просто Что с Зеленским работают гениальные пиарщики И поэтому они сделали там такой переворот На который все сказали А что так можно было? Типа, что люди главные? И он там задавал вопрос Про самоидентификацию украинца Кто такой украинец? Кто такой украинец? Кто такой хороший украинец? И все такое Тут Лев шутит про смачник-харчи Кто такой хороший украинец? Кто такой хороший украинец? Да, я сейчас грузинский Да, да, что-то какой-то грузинец А было бы смешно, если бы в украинском Новом году показывали, что нет Зеленского Потом уходит Путин на своем русском И он такой, ну вы знаете, кстати, Украины больше нету Вот с Новым годом, россияне Кошмар Я боялась, что это уже произошло за 7 минут до Нового года Я включила за 5 Ну, в общем, все обошлось, да Я посмотрела потом на Ютубе все обращения 15-минутное Вот такая история Хорошая история Спасибо Не за что Я расскажу историю, которая не связана с Новым годом, она случилась после В общем, у меня хороший, быстрый, флагманский ноутбук был в 2013 году Вот, сейчас он уже не так хорош И несколько лет назад, года три назад у меня начались проблемы Потому что Google Chrome начал просто сжирать жесткий диск И он начал сильно лагать Я почитал в интернете, что можно заказать себе SSD-диск, поменять его И оказывается, что можно купить переходничок и заменить свой DVD-привод в ноутбуке на еще один диск Так Вот, и я типа такой заказал себе этот SSD-диск, заказал себе переходник Поскольку диск стоил там что-то 80 долларов, а переходник 5, то диск приехал быстрее Я его быстренько поменял вместо своего, и все работало Я такой думаю, окей, мне больше памяти не нужно, и переходник про этот забыл И вот совсем недавно что-то мне прям очень захотелось поиграть в новый баскетбол Который весил 100 гигабайт 100 гигабайт игра занимает, это вообще незаконно И мне пришлось, в общем, ставить этот переходник и ставить свой старый жесткий диск, чтобы мне хватило места В общем, я раскрутил свой ноутбук Я включил видео на ютубе, как раскрутить ноутбук к своей модели Я его раскрутил, у меня получилось, и я все сделал И потом, когда я начал совать этот переходник в ноутбук, оказалось, что чертовы китайцы сделали его толще Ну, короче, он не влазил в мой ноутбук Но поскольку я уже его разобрал, я уже не смог сдаться просто так Я взял, значит, плоскогубцы, бокорезы и начал вершить суд Это было немножко как из комедийных фильмов, знаете, когда какой-то мастер садится под капот машины Начинает выбрасывать ненужные детали Только проблема в том, что я вот не мастер был Я просто такой, это мне не понадобится, эти провода здесь точно лишние И, в общем, я вошел во вкус и оторвал все, что мне мешало И в итоге я сумел подключить этот жесткий диск У меня стала такая другая проблема, как него закрепить Потому что я разломал переходник, и он бы катался по всему ноутбуку Поэтому я наклеиваю, приклеил И самое смешное, что когда я все это собрал, оно все заработало Да, действительно Максим, тебе нужно пойти на мой мастер-класс по... Что такое интересная история? Спасибо Такие вещи Да, да, да Хорошая история Помнимся к номинации факап года Да не факап года, я просто сделал своими руками Плюс 750 гигабайт памяти Надежда года Надежда года, да Я надеюсь, что он еще работает Чего, пойдем к новостям? Ну, придется теперь После такой истории Куда ж уже не приходить Ладно, у нас самая главная новость недели Где уже паникеры из твиттера растиражировали как начало третьей мировой войны О боже мой, что же случилось? Это то, что в Ираке бахнули 50-килограммовой ракетой по машине, в которой ехал генерал иранской армии Касем Сулеймани Да, или Сулеймани Или Сулеймани Какая разница? И уже не принципиально Уже, да, я думаю, что ему уже не важно Да И, собственно, сейчас нужно немножечко контексту дать, чтобы пояснить, что такое Ирак на данный момент Ирак это уже де-факто несуверенное государство, потому что там сидит ИГИЛ Какое-то время сидел очень много, оккупировал территории Там сидят курды, у них там есть своя, типа, автономия Курдистана В то время, как ИГИЛ захватил кусок Ирака, Ирак начал просить помощи у американцев и всей этой коалиции, которая воевала То есть, с одной стороны, американцы вместе с англичанами и с другими воевали С одной стороны, Иран с другой стороны душил ИГИЛ, там еще были турки и все остальные То есть, по факту, в Ираке дохрена солдат из разных стран И, по факту, Ирак не сильно контролирует то, что происходит у них на территории страны Вот, собственно, это и произошло Ну, плюс, там есть военная база американская Там, в принципе, американские военные, да Там 6 тысяч американских солдат в Ираке находятся Это достаточно много Очень много И, собственно, почему... И вопрос, почему взорвали этого генерала? Вот, и тут самое... Я почитал всевозможные просто всех иранофилов, иранофобов Каких-то востоковедов или людей, которые хотят быть востоковедами И чего-то... чего только не почитал разные аналитики И, в общем, я собрал разные теории заговоров И вот самая моя любимая, это, как известно, кто во всем виноват, Маша? Евреи Вот, правильно, прямо в суть В общем, первое... Я не в микрофон, кажется Евреи Евреи Евреи, ставьте вы В общем, есть одна из теорий, что это все сильное сионистское лобби в США Потому что, как известно, Иран не очень любит Израиль Это взаимно И Иран считает, что Израиль не слишком легитимно существует И, как бы, вообще не стоит ему существовать Вот, и поэтому Израиль боится Иран и не готов вступать с ним в прямую войну И поэтому он подговорил У Трампа много советников евреев Вот, и вот эти вот советники евреев Жена же Гер, то есть она сделала Геюр Не жена, дочь Дочь, да, дочь? Дочь Дочь сделала Геюр, да, то есть, типа, там у него И зятень у него Это Ваня, которая? Да, Ваня Маша, просто Маша, она подруга Ваня Ну и Ванка, Ваня Ванька Ванька Да В общем, да, в общем-то, евреи подговорили Трампа Типа, давай бахнем Давай, Дональд, бахнем Да ничего, будет нормально Ничего страшного не будет Да, 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 бахнем Вот Мы заболем Да, это одна из теорий, которая, ну, может быть, частично что-то в этом есть Но, конечно, звучит странно Вторая из теорий, это то, что в США скоро выборы Но в этом будет праймерис, все остальное И Трамп Ну и давняя традиция США, что на праймерис побеждает тот, кто бахнул уранского генерала, да? В этом теории Ну, как бы, небольшая победоносная война еще никому не мешала, как известно Вот Это тоже сомнительная теория, потому что, ну, не думая, что... Трамп, наоборот, пытался вывести там солдат из Афганистана, пытался вывел из Сирии Я не думаю, что он очень хотел начинать войну Тем более, учитывая его политику, как он там с Северной Кореей решал проблемы с всеми остальными Он не очень фанат прямо развязывать Ну, фанат пугать, а не бить Да, он пугать в Твиттере, в основном, это его занятие любимое Так он просто думал, что жмет Твиттер, нажал там кнопку бомбить там что-нибудь, да, не знаю Залипла кнопка Вот почему он так много пишет там? Да? Ну да Бомбит Ну и, в общем... Все, бомбит! Меня бомбит! Бомба вейла! Еще одна из теорий, это то, что в США неправильно не поняли, что происходит в Иране Потому что в Иране после Исламской революции все вот эти вот исламисты часто иногда сталкиваются с внутренними кентрениями внутри Ирана Потому что Иран находится под санкциями и с экономикой у них не все очень хорошо Там есть внутри проблемы Недавно, буквально месяц назад, мне кажется, начались протесты Да, из-за того, что бензин подняли И год назад тоже было Но у них там постоянно, на самом деле, бытовуха Там самое главное, что бензин подняли там что-то типа на 10 центов или что-то такое То есть там не то, что произошло, что страшно, типа нет в магазинах хлеба или... Или масла Или масла, да Только израильтяне готовы все Ну, в Израиле нет масла, да, просто Масла, да, не нужно нам ваше масло В Израиле нет масла и медицинской марихуаны Да Вот, а там подняли 10 центов за литр бензина, и люди прям вышли сжечь И, в общем, поговаривали... Сжечь остатки бензина по старой цене Гуляй, рванина Вот, в общем, была информация, что там слишком сильно преувеличили масштабы бунтов Нет, масштабы бунтов внутри Ирана Думали, что там сейчас... Вот сейчас мы бахнем на генерала, и там прям внутри все взорвется И люди совершат переворот, свергнут этих исламистов И все заживут, но нет Как бы получилось по итогу наоборот Потому что сейчас этот Сулеймани, он уже стал какой-то мучник внутри Там люди, наоборот, сплотились вокруг Потому что вот внешний агрессор пытается там уничтожать наших каких-то там генералов Ладно, мне придется сделать то, что не сделала ты в самом начале Объяснить, Маша, это такой Сулеймани или Сулеймани? Так, так Я подумала, что стоит вести традицию обратно И просто выходить на какой-то период времени из подкаста Так просто вставать Политические новости Пойду, чай Но, грубо говоря, как правильно, Макс, итоги Сулеймани или Сулеймани? Сулеймани, мне кажется Ну вообще неизвестно Короче, суть в том, что это генерал, который отвечает за иранские проекты вне Ирана То есть он работает не в самом Иране, как генерал Шойгу в России Он там в России сидит, да? Чувак, который занимается тем, что делают ирановские отряды в Сирии, в Ливане, в Йемене, в Ираке То есть он такой, типа, как внешний министр обороны, скажем так То есть вот И он, ну, отвечает за терроризм, за разные такие атаки, которые делает Иран Ну, давай не будем отвечать за терроризм Он просто контактирует с разными С Хизбаллой Да, хорошо, современная война такая, что воюешь не ты, а воюют твои друзья В данном случае, друзья Ирана, это хуситы в Йемене, которые бомбят там все, что можно Это Хизбалла в Ливане, которые атакуют там Израиль, в частности Ну, Израиля не атакуют давно Ну, давно, но сейчас не атакуют, скажем так, да И так далее Вот, а самое-то интересное, как мне кажется И что важно, я тоже сегодня прочитал в одном из каналов Что его убили во время его официальной миссии в Ираке То есть это достаточно важно, потому что Ну, он бывает, неофициально где-то бывает Настраивает там какие-то свои там терки, да Если бы убили во время встречи с кем-нибудь там Хизбаллой Которая признана, типа, преступной организацией, да Это одно А его убили во время его официальной миссии в Ираке Где он был просто генерал Смотри, американцы считают, КСИР этот Это как-то стражей исламской революции Ну да, тоже И корпус стражей исламской революции Они тоже считаются террористами Поэтому для них особой разницы нет Небольшая разница Вот, а что мне еще интересно Это то, как, ну, типа Я просто вчера читал русские новости на эту тему Там все смешно стебутся над Ираном Ну, давайте тоже постебемся над Ираном немножко То есть, ксуть в том, что они, ну, как бы Все говорят ему слова поддержки Но исламисты же, они очень любят Очень так бурно в кусте створожаться И там один, собственно говоря, Хасан Насрава Глава Хизбаллой заявил, что Касэм Сулеймани говорил мне, что он хочет Что видеть своих братьев-мучеников на небе То есть, из этого, ну, не на небе Там, где они там в исламском раю И то есть, из этой фразы можно сделать Дело в том, что, в принципе, американцы ему помогли То есть, они сделали, что он хотел Помогли братану видеть его братишек Ну да, другие его сожители не оценили Да, и второе МИД Ирана заявил, что они Ответят США так, что они пожалеют Но войны не будет Да, я вот хотел как раз рассказать Про то, что же дальше То есть, сразу, когда такое-то произошло Все такие завопили Вот, третья мировая война Почему третья мировая война? Потому что у нас есть Все побоялись, что сейчас начнется Иран начнет атаковать американцев Американцы расчехлят свое ядерное оружие Тут Израиль расчехлит свой текстильный завод в Тимоне Вот, у турков есть американское ядерное оружие Иран, который уже давно обогащает уран Может тоже сделать какую-то грязную бомбу Тоже начать бахать Там недалеко у нас есть еще Пакистан с Индией В общем, теоретически могло начаться Что все начнут стрелять ядерными ракетами И в теории мы можем оказаться в каком-то фоллауте И мы такие сидим, такие Отличное время выбрали, чтобы репатрироваться в Израиль Да, еще же Россия есть, как известные эти Любители бахать ядерными бомбами Ну, да, я хотел назвать их пацифистами Которые несут мир Но ты как-то выразился очень грубо Я советую тебе извиниться Я же не говорю про Кадырова ничего Извини, что ты не говорил про него Ладно Вот, в общем, все побоялись, что это будет Третья мировая война Но Иран сразу сказал, что мы будем мстить Но мы не будем торопиться Мы подождем Мы не будем принимать скоропостижных решений И, в общем-то Так бы Сулеймани никогда бы не принимал скоропостижных решений И мы не хотели, чтобы И в ответ на его гибель Мы принимали скоропостижные решения Субниманием психохода В общем, если бы люди холодные И прочие И прочие афоризмы они еще использовали Вот Ну, как предполагалось Что Иран будет использовать свои прокси Это те самые Хизбалла Это есть и Хамас Это Хизбалла в Ираке В общем, прочие наемники И последние дни То, что постили очень обильно фейк-ньюс Разные, что они нападают на американские базы в Ираке Там бомбят ракетами Что вчера убили одного американского солдата Я когда прочитал, я подумал, что все Вот сейчас начнется реально движуха Потому что Ну, если убили уже солдата Сейчас, ну, какая-то будет активность Но оказалось, что это фейк-ньюс Никого не убили В общем, ракетами постреляли где-то рядом Никто не пострадал Кто стрелял, зачем, почему, не ясно Салюты были Ну, типа того Новогодние Припозднились чуть-чуть Часть Сулеймани Часть Сулеймани Похоронки Вот Ну, в принципе, ждем Третьей мировой Или не ждем Я думаю, что не будет ничего Маш, ты как? Ждешь, Маш? Нет Я уже давно ничего не жду Маша уже все повидала в жизни И я не удивитель Тирадо и просто Максим Текст готов Просто читал Не Сулеймани Анализы там Я читал хуситы Про хуситов ты говорил Я ничего не говорил про хуситов Не нужно не прописать своих хуситов Курдов говорил Ладно Курды мои, да Че, поехали дальше? Поплыли Поплыли А, да Поплыли Ну, давайте Кошмар Че? Так, Маш, плыви Рассказывай Если я правильно поняла ваш намек То мы переходим к новости про воду Про наводнение Проходим к Израилю, да Как это Ной не ныл и ты не ной Такая шуточка Сегодня у нас просто стендап Вычеркиваю Машу из вечера Стендап лучшая Которая у нас будет 16 января Был тупой мэм в интернете Я просто процитировала Я даже не автор Не рубите с плеча Хорошо В общем, нас затопило Это произошло в субботу Но затопило весь город Особенно пострадали Яфо и Южный Тель-Авив То есть там это выглядит так Что по трассам плыли машины Баки, серферы Которые строились о русалок И весь этот треш То есть вроде как и хаос И забавно Но на самом деле это очень трагично Потому что засорялись все эти водоотливы И у нас даже на крыше И на балконе У нас вода уже в квартиру начала заливаться Потому что там тоже засоряли все эти штуки И плавал мусор везде И куча говна И в общем так же случилось много всяких трагических ситуаций Бавно трагичный пролифт Да Скажешь? Самое Да, пара молодых ребят Как бы утонули в лифте То есть они спустились на подземную парковку Чтобы убрать машину, которая типа затопила Вот они спустились вниз Да, на лифте И собственно их залило водой Но я так понимаю, что там странно Потому что поступали звонки в службу Да, я про это как раз послановлюсь Вагоньюз Ну звонки звонили Но выяснилось, что там макет Ну в смысле это центры приема звонков Он реально мог в принципе поймать только треть звонков То есть там работало только три человека То есть там из тысяч звонков они приняли там пятьсот Там что-то такое Да, еще проблема, что это было в шаббат И видимо там в шаббат у них какая-то урезанная смена Ну типа да То есть никто не подумал И реально, ну Израилю показалось, конечно С ужасной стороны в этом всем Во-первых, то, что Ну окей Потому что улицы были не готовы Там было реально Во-первых, это был самый сильный поток воды В общем за два часа выпало 71 миллиметр осадков Это прям много Там больше Я читал там короче За два часа там за вечер Там по-моему, смотри Я читал, что там просто проблема была Не только в том же за два часа там столько выпало В том, что там было типа 40 миллиметров за 20 минут И потом еще через 20 минут там тоже 40 миллиметров То есть там прямо концентрировано вот короче Прям очень много вот в течение там 20 минут И поэтому прям вот затопило, завалило За день пятая часть всего годового там оборота осадков выпало Ну да, да Ну короче, это грустно То есть просто получилось, что инфраструктура не готова С тем, что лифты затопило и там люди умерли И поддержки не дождались ребята И да, в принципе и люди сами не готовы Не понимают себя, как вести в таких ситуациях Ну да, спускаться на лифте на парковку Ну тоже такая идея Далеко от обвинения людей в том, что это произошло Но типа да Ну да, просто людей даже не объяснили, что можно Что нельзя делать, что надо выключать везде Не знаю, там электричество, чтобы тебя не прибило током Когда твою квартиру затопило Ну да, в таком духе Ну и еще один человек погиб, по-моему, сегодня или вчера Вчера, по-моему, в Хайфе Ну не в Хайфе, в Бениамине Просто у нас буря шла туда И человек в машине его затопило Так что вода может убивать, друзья Я, кстати, хотел эту маленькую шутку Ну ладно, я не уверен, но я все-таки рискну Хотел сказать, что у Хамаса Одно из их, ну как бы, в уставе У них есть такое, что нужно смыть евреев море Я так подумал, что им даже не нужно запускать для этого ракеты Нужно просто вызывать дождь, как бы И все произойдет само собой Нет, просто им нужно убить Грету Тунберг Нет, пожалуйста Я подумал, что худые шутки уже не будет Ну ты здесь, спасибо, спасибо Экология потерпит поражение И, типа, Израиль просто затопит и все Спасибо, что ты затопил уровень шуток в этом подкасте еще ниже Блин, мне кажется, что надо объяснить, что в Израиле зима Она длится примерно, ну, две недели То есть зима, это когда льют дожди То есть дожди льют около двух недель Потому что там прохладные ветра Ну да, около месяц-два Но вот именно дожди обычно около двух недель И, в общем, Тель-Авив и другие города Израиля Это вообще ничему не учат Ну, то есть не делаются никакие работы там по этим Ну, ливневки делают Ну да, инсталляции водосливов и всех этих штук И поэтому, в общем, я не думаю, что, к сожалению Даже эти случаи, они чему-то нас научат И что-то произойдет Мне понравилась реакция мэра Тель-Авива Которому задали вопрос Типа, считайте вообще себя ответственным за то, что произошло И он сказал Ну, мы как бы отработали Все работало хорошо Типа просто Ну, так Мы не могли ничего с этим сделать И когда вас спросили, готов ли он уйти в отставку Он говорит Ну, если докажешь, что я в чем-то виновен То я об этом подумаю Но, в принципе, я не собираюсь Вот то, что он сказал В общем, только классический мэр из какого-то постсовка Я не знаю Да нет, на самом деле, ну, реально было Так скажем, типа То есть еще грустная история в том, что Я в той новости, которую читал про этот самый центр звонков Они еще в мае прошлого года Выяснили, что он хреново работает Что просто часть звонков не отвечаются И они, типа, ничего не сделали Я хочу рассказать, кстати, про это Потому что в прошлом году каждый год в Хайфе Там есть этот туннель Кармель, который под горой Там постоянно каждый год погибали люди Потому что тоже вода, там заливалась вода Люди просто тонули в этом туннеле И они провели На этот год они готовились к этому То есть они поставили какие-то датчики Которые замеряли уровень воды Если там вода превышала какой-то уровень И не закрывали этот туннель, короче Ну что-то они с этим делали И вроде бы они как бы усвоили урок Что-то сделали Но про то, что это может получиться в Тель-Виве Они такие не подумали Они такие А, ну люди могут утонуть не только Не только в Хайфе, может быть, еще и в другом Они же не могли установить дачи в каждом лифте Нет, имеется в виду, что они не подумали Какие еще могут быть последствия То есть не только проблемы в туннелях Да, но чувствую, что как будто просто пронесет Ну там вот О том, что могут быть сверхосадки Ну сверх нормы, да То есть вроде как если норма То более-менее как-то там можно пережить Люди прыгают по лужам Что-то там Ну скейт Ну скейтборды в смысле тесно Да, серфы Серфы, да, люди Вот, и вроде как можно смириться, да А вот если, ну, сверх нормы И это все-таки стихия Это типа страшно, чуваки Ну да В общем, с этим почему-то ничего не делается Да Ладно, что, перейдем дальше тогда Будем надеяться, что Я не знаю, это Маша Да, будем надеяться, что люди оживут, которые умерли Да Извините, извините, плохой шутки Сегодня Ну что-то Похоронили, не в Иерусалиме, не сработают Там нужно было, это подземное кладбище Да Давайте я перейду к своей теме Следующая любимая, да Моя же тема Ну ты можешь, ну давай потом тогда будем Я хотел немножко разбавить это все Да, разбавь Кто-нибудь из вас смотрел сериал Фауда? Я посмотрел одну серию Так Все Не понравилось? Нет Ну там не мой стиль, как бы не мой смысл Ладно, ладно В общем, вышел третий сезон сериала Фауда Фауда это очень Такой прям хит израильский В чем суть, о чем сериал? Это сериал про подразделение Еврейское подразделение, израильское Которое переодевается в арабов И заходит на территорию И пытаются там, как шпионы Внедряются внутрь Находят террористов Потенциальных террористов Распутывают всякие дела И сериал получил огромное количество наград В 2017 году в Нью-Йорк Таймс написали Что это там лучший иностранный сериал последних лет Что это прям вообще космос-космос И почему выстрелил? Потому что два автора Ави из Сахаров и Лайор Рас Они, собственно, это которые сценаристы И Лиор Рас, он как раз еще и главный актер Они как раз работали в этом подразделении реальном Как это реально происходило Потому что они понимают, как это работает И поэтому в сценарии очень много было Каких-то внутренних тем интересных Какая-то внутренняя кухня Которую даже израильтяне не очень понимают, как это работает То есть мы постоянно читаем, что там Не знаю, Шабак предотвратил какой-то теракт Кого-то там поймали Но как это работает, на самом деле, никто не знает Как израильтяне, например, координируют свои действия С палестинскими силами безопасности Как они договариваются с Хамасом То есть как ведут переговоры Все это никто не понимал Всем было интересно Тут немножко как-то пролили свет Может быть, не всегда правдиво Где-то слишком карикатурно Но в целом очень интересно Сериал прям реально захватывает И первые два сезона есть на Нетфликсе Вот я вам советую посмотреть с субтитрами Потому что половина сериала идет на иврите Половина на арабском То есть там персонажи, когда заходят на полицейскую территорию Они говорят на арабском Вот И поэтому с субтитрами гораздо приятнее Потому что в озвучке, мне кажется, совершенно непонятно В какой ситуации находится персонаж И все Когда тебя все одним языком озвучивают Ты как-то не очень проникаешь с атмосферой Да, я понял Да, интересно Вот, в общем, вышел третий сезон И третий сезон Лев, дай Нетфликс Да, Нетфликс Ай, ну напомни, когда я дома буду Я там Мне не сложно писать пароль там, господи Сегодня что там это Прошло уже два месяца Да, как Лев отдает Нетфликс На третий сезон Я же в Израиль переехал, а не в страну Где люди отдают все, что у них есть Боже, ты признал, что Нетфликс – это все, что у тебя есть Черт О, боже Подожди, вот эти шутки льва никто не отберет, да? Они останутся с ним Отбитые шутки про смерть Нетфликс и отбитые шутки про смерть Пожалуй, да Пожалуй, все Неплохо, неплохо Так и напишем тебе Очень богатый На грудном камне Да, да Вот Это все, что у него было Положим вместе с тобой в могилу Ладно В общем, третий сезон вышел на про газу Там прямо написано Весь столе заклеен Билл Болдер Мне написано Welcome to Gaza И он есть уже на Он выходит ЕС его выпускает Это израильский Я не знаю, как это назвать Телеканал Да И он еще делается У них есть какой-то продакшн Они выпускают Да И они делали на Ютубе Есть канал, где они постят эти новости Серии на Ютубе выкладывают Но они только с субтитрами на иврите И я, честно, я пытался смотреть Я посмотрел полсерии Я не успеваю читать субтитры слишком быстро И при этом моего уровня арабского Не хватает, чтобы понимать Я только отдельные фразы какие-то улавливаю Но я вообще не понимаю, что происходит Поэтому я подожду, когда выйдет весь сериал И выложит на Netflix Netflix его выкупит И сделает нормальные субтитры Блин, а в Facebook еще актеров для массовки туда Я видела не раз Да? Да Они уже сняли В серии Телевию, в смысле? Ну, а я не знаю Они искали Я недавно видела опять там что-то Ну, может Они же выпустили сериал Ну, да Может, следующий сезон будет Может, может быть Но сериал, правда, очень Котируется высоко И прямо Израильтяне Прославились Нет, израильтяне, да В смысле, причем в Израиле, да И многие мне из-за рубежа про него рассказывают Что да, клевый Так что да Вот, так что посмотрите Вот Посмотрите Я не смотрел, но посмотрите Но, как бы, будет свое мнение какое-то Если вы хотите разобраться немножечко В том, как работает В чем суть какого-то конфликта Арабо-израильского И плюс Еще коротко хотел сказать, что Сериал не показан Как такая бравада израильская Что вот там суперизраильтяне Убивают Приходят убивать террористов налево-направо Нет, там показана ситуация И с той стороны, и с другой Что как обычные люди Как им достается от одних и от других И, в принципе, сериал показан В общем-то, как работает Что, не знаю, агрессия Порождает другую агрессию Это вот Око за око Зуб за зуб И в люди все будут слепые И беззубые Грустная история, да? И мертвые И мертвые Действительно, грустная история Да Ну, расскажи тогда Еще более грустную историю Еще более грустную историю Ох, друзья Ну, то, что мертво Мереть не может, да? То, что мертво Мереть не может, да И немножко про израильскую политику Маша, можешь выйти Не знаю Ладно Пока Выйди и зови как следует Я позову кого-нибудь Короче Сложный, друзья, сюжет Но мне кажется, важный Сложнее, чем Фауды Ну, сложнее, чем Фауды Просто хотел рассказать То есть У нас, как вы помните Возможно Нашего премьер-министра Сейчас судят Ну, не судят, точнее Обвиняют в коррупции По трем делам И Если Смотреть как бы Завеление Нетаньягу И его сторонников То может получить Такой интернет-мем В стиле типа Ну, типа Нетаньягу Обвинили в коррупции Мол Ну, когда полиция Сделает расслырование Тогда и поговорим Полиция сделала расслырование Ну, когда предъявят обвинение Тогда и поговорим Предъявят обвинение Ну, когда дело Передут в суд Тогда и поговорим Дело Передут в суд Мне нравится Знаешь, это игра Когда кубики бросают И вы находитесь здесь И последнее, когда суд докажет, что я виноват, тогда и поговорим. Мы находимся здесь сейчас. И, соответственно, вся ритория Нитанягу была в том, что я не виноват. Не было никакой коррупции, ничего не было, я не виноват, вообще все это чушь. Суть в том, что Нитанягу говорил, что он не виновен. И это не очень хорошо сочетается с просьбой об иммунитете. То есть, если ты хочешь доказать, что ты не виновен, ты идешь и говоришь, я не виновен, вот доказательство. Или ты говоришь, типа, давайте вы не будете меня судить, потому что я депутат. То есть, это две немножко разные позиции. И у Нитанягу был срок, когда он мог попросить иммунитет. Он попросил иммунитет за 5 минут до конца этого срока. То есть, у него был срок 30 дней, и вот на 29-й день, там, 23 часа 55 минут, он такой, иммунитет, пожалуйста. Я могу объяснить, почему так сделано, потому что Нитанягу хочет затянуть как можно дальше к выборам, чтобы вдруг его не начали судить слишком рано, он подтягивает все это очень долго. Поэтому он использовал, месяц, по-моему, дается на то, чтобы попросить иммунитет. Да, ну 30 дней. И он до последнего все это тянул, и вот в последний момент, давайте мне иммунитет. Именно так. И они, его сторонники Нитанягу и адвокаты, рассчитывали на такую хитрость, что у нас, ну, что просьбы об иммунитете рассматривают специальная комиссия Кнессета, которой нету, потому что нет правительства. И поэтому, раз комиссии нету, то ждем, пока она появится в следующем Кнессете. Вот, соответственно, до выборов, и на выборах Нитанягу, получается, не будет париться с судом, потому что суда не будет, потому что у него это будет... Потому что нет комиссии, которая может ему предоставить или не предоставить иммунитет, пока нет комиссии, не может суд, это все может затянуться просто десятилетиями. Но тут выпрыгивает наш любимый джокер, Эвикдор Либерман, который присоединяется к лагерю противников Нитанягу, то есть у Нитанягу есть люди, которые считают, что он должен пойти под суд, это партия Кахоль Ваван, это левые, это вода и мерец и арабы. Левоцентристы. Такие условия, что нет параллельства. Юрист такой, можно. И Эвикдор такой, минуточку, юрист, у вас жена, прокурор, и она занималась делами Нитанягу, у вас конфликт интересов. Юрист такой, сначала такой натуривый, а нет, мне вообще плевать на Нитанягу. Меня спросили, легально ли сделать комиссию Кнессета, пока нет Кнессета. Да, легально. Ну, типа, что они там будут делать, мне плевать, у меня нет комиссии. Нитанягу, Дельштейн, вообще плевать, делать, что хотите, комиссию делать можно. Эти приходят снова к Дельштейну, к спикеру такие, чувак, ну, ты просил юриста, юрист сказал, можно, давай комиссию, давай это, лишим, не стоит иммунитета, он пойдет под суд, уже закончим это дело. Это решение такое, мне нужен еще один юрист. И сегодня Либерман такой намекнул, слушай, чуваки, если этот спикер не хочет, как бы, ну, у нас 65, у нас больше половины, давайте другого, мы, в принципе, можем другого. Вот, и, ну, и сейчас вопрос остается подвешенным в воздухе, то есть, типа, будет комиссия, не будет комиссия, мы не знаем, потому что Эдельштейн тянет, ждет там второго юриста, третьего юриста, они не знают, сколько нужно юристов. Спикер, это то, что он ставит на, там, на голосование все эти законы или какие-то там, всю эту штуку, поэтому он может оттягивать все это очень долго, пока его не сменят, а сменить его тоже не так просто. Да, да, то есть, ну, это, опять-таки, просто еще один, ну, я к тому, что, почему это важно, потому что это же политическая игра, то есть, политика, она про то, как мы убедим людей в том, что наши противники не правы, а мы правы. То есть, и, разумеется, такое поведение, оно, во-первых, резко, ну, я против Нитаниагу тоже, учитывайте, наши зрители, что я-то, как бы, уже с этих позиций, хитер-рок, да, вот, ну, то есть, грубо говоря, оно плохо бьется с тем, что они говорили раньше, то есть, я не виновен, и теперь они затягивают максимально. Ну, смотри, я могу, тут выступлю немножко адвокатом Нитаниагу. Давай, наконец-то, хоть кто-то. Я ждал Машу, но Маша еще. Маша, что-то не готова. Пропускай сегодня. Пропускай, вот, я подстрахую, все в порядке, Маша. Нитаниагу сразу сказал, что это вообще попытка переворота, меня засудили, что это политическая все игра, нет никаких доказательств, и поэтому, собственно, он как раз выезжает на этом. Вы хотите меня судить незаконно, это все вот это ваше политическое кодло, леваки чертовы, хотите развалить Израиль, но-но-но, я буду, типа, играть по вашим правилам, и буду использовать все возможности, чтобы, как бы, не поддаться на все эти ваши уловки. Ну, да. Поэтому, в целом, ну, как бы, люди, которые лояльны, там, Ликуду, верят Нитаниагу, для них это все в картину мира, и у них укладывается вполне нормально. Справедливо. Ну, я надеюсь, что люди с другой стороны смогут это повернуть более обвинительно, так что кого-то смогут переубедить. Будем посмотреть, как говорится. Ну, да, как говорится, и будем посмотреть. Давайте перейдем... Кто так говорит, господи. Мы только что два раза сказали. Нет, на самом деле, так пишет паблик дежурный по Израилю постоянно. А, да? Его за это подшучивают тоже периодически. Ну, он там написал какую-то кучу фактов, типа, там, будем посмотреть, а потом не возвращается к этой теме никогда. Вот такое. Нет, на самом деле, ну, типа, без претензий к Марку Новику и паблику дежурный по Израилю, просто забавный факт. Да. Ладно, давайте расскажем про еще другие забавные факты. В Израиле нет правительства уже давно. Ну, кажется, какие-то... Ну, кажется, весь наш подкаст прошел во время, когда в Израиле не было правительства. А, кстати, да. Да вообще не было. В учебниках истории будет написано, что вот во времена, когда в Израиле не было правительства, появился антегранный подкаст, он же движение «Чего там у евреев». Страница 55. Которые убили эрцгерцога Либермана. Ну, и, соответственно, потом захватили власть. Мы вознесли его, мы вознесли его. Во всей стране только для ведущего Макса Сотникова Либерман был надеждой года. Он был человек года, не надеждой. Простите, человек года, надежда года, факап года, проект года. Жизнь года. Все года. Либерман года. Либерман. Я хотел рассказать про то, что, несмотря на то, что нет правительства, какие-то законы приняли, и они даже вступили в силу с 1 января 2020 года. Да. Уже у нас не 1 января, поэтому они работают. Я коротко прочитаю. Во-первых, тариф на электричество снизился на 53 огорода. Это связано с тем, что, наконец-то, Хеврат Хашмаль начала продавать свои электростанции частникам и заработала кучу денег. То есть они продали, по-моему, в Ашкелоне где-то электростанцию, заработали какое-то огромное количество миллиардов шекелей. За счет этого смогли снизить тарифы. И сейчас, вроде, в этом году они обязаны еще продать несколько электростанций. И это еще даст немножко денег. И, может быть, если не снизит хотя бы стоимость электричества, то удержит его на одном уровне. То есть мы не будем... То есть началась демонополизация этого рынка. Это очень хорошая новость. И разделение в Хеврат Хашмаль, которое очень хреново управляется. Мы уже обсуждали, насколько там коррупционно все, и как распиливают просто бюджеты огромные. Да. Но подешевело, как говорится, закон сохранения, он существует, баланс. То есть там где-то уменьшилось, где-то подросло. Да, богаче мы не станем, друзья. Да, да. Там, где мы сэкономили электричество, нас отберут на воде, потому что вода подорожала. В смысле? Только что очень много воды, какого черта? Давайте все ее соберем. Что за хрень? Резонно. Я с тобой согласен, Лев. Но для нашего министерства нет. Подорожала вода на 4,6%. Бензин, значит, с Нинсен две горы, тут совсем несерьезно. Самая большая проблема – это такси. Больше, где таксисты просто парят мозги, мне кажется, уже месяца полтора. Ну, по дарифу свою, да, новую. Да, про чертов счетчик, который уже доконал всех, уже все просто достали. Детоксисты своими счетчиком. В чем суть этого закона? Ввели новый счетчик, который предусматривает, что стоимость проезда будет фиксироваться от скорости езды. То есть, допустим, за городом, где ограничение скорости 100 или 120 километров, счетчик будет меньше мотать. То есть, за городом, где вы едете без пробок и такие лихо мчите 120, а иногда водила может до 140 авто пить, то счетчик вы будете платить меньше. А в городе, где часто пробки, вы будете платить больше, потому что вы будете не спеша ехать, там где-то водитель опять будет возить вас кругами бесконечными. И в итоге будете платить больше. И посчитали, что вроде бы как стоимость останется плюс-минус одна и та же. То есть, выручка у таксистов, если не увеличится, то останется такой же. Но таксистов какая-то своя математика, как известно, никто не знает ничего лучше, чем таксисты. Поэтому они начали протестовать, устраивать забастовки, устраивать какие-то там демонстрации, что вот вы лишаете нас работы, твари, свои автобусы вот эти запустили шабатни, вот эти свои самокаты чертовы, мы голодаем. Тут я тебе расскажу историю. Ехал я на такси, у меня был отличный день, просто прекрасная история, отличный день. Это был первый день дождей, и короче, я утром думаю, ехать на работу или с домом поработать. Думаю, поеду на работу, и одел не те кроссовки. В итоге я просто, ну и было бы неважно, какие кроссовки надел, на самом деле, что я вышел со станции перед работой, и там был такой дождь, что я просто промок, просто весь насквозь. Ну просто я был мокрый, как бы, ну вот, весь. Я пришел в офис такой, думаю, отлично. Посидел часок, понял, что мне реально становится плохо, потому что я мокрый, холодный и прочее, раздеваться не вариант. И, ну я просто ехать, а там дожди, ну фигачат, я думаю, ладно, взял такси, короче, поехал домой. И ко мне приехал таксист с надписью, типа, нет новым тарифом, и видите, такой, отлично. Вот, я с ним поговорил. Во-первых, выяснилось, что таксист, который давал это самое интервью про автобусы, который, помните, мы обсуждали, что таксисты протестуют против того, что появились бесплатные автобусы, и я у него говорю, типа, а при чем у него эти автобусы, он говорит, вообще, интервьюеры, что просто дура, я ей говорю, нам плевать на автобусы. Нам, конечно, странно, что они бесплатные Потому что, ну чё к чему смыслите Бесплатные автобусы, давайте сделайте платные Но основная наша претензия – тарифы Она вообще всё про тарифы не поставила в новость А ставила только про автобусы Автобусы нам прививать по большей части Ну и он сказал, что да Он мне не объяснил альфметику лучше, чем ты Так он и сказал, что Вроде бы они говорят, что будет то же самое Но мы посчитали с мужиками Что мы обеднеем на 30% Что мы в минусе Да, именно так он и сказал Причём, ну то есть, это типа не бравада было Он там ехал, доказывал кому-то своему То есть, он реально был один из глав профсоюза, что ли, таксистов Потому что он созванивался, рассказывал, что они подали иск в богатство На эту тему То есть, ну там прям у них движуха такая прям идёт Но да, арифметика, что они станут беднее на 30% Типа, как я так сказал Возможно, потому что они не соблюдают правила движения И они ездят быстрее, чем положено Ну, может быть, да Они посчитали, что если мы будем продолжать нарушать правила То мы обеднеем на 30% Может быть, пора соблюдать скоростной режим Но посмотрим Я не думаю, что они обеднеют Я думаю, что у таксистов всё будет в порядке Но если вы увидели довольного таксиста То это уже удивительно Довольный таксист Я с работы приехал У меня человек простой Вижу таксиста, вылупил Стоп хам такой полный Стоп тари Стоп доволен таксист Кстати, я хотел рассказать ещё про то, как Израиль Новый закон, который ввели Как Израиль к экологии В общем, пока во всём мире людей Поощрят, чтобы они покупали электрокары, гибридные машины В Израиле такие А давайте мы увеличим налог на покупку электрокаров на 30% Такие, давайте А? Нет, на 15 гибридным А, с электром до 25 они увидели До 45 с гибридным двигателем И до 25 с электродвигателем То есть сейчас посчитали, что выгоднее покупать машины бензиновые Чем электрокары или гибридные А у них была какая-то мотивировка Кроме того, что мы будем делать зло Ну вот Тесла приехал, наверное, открывает здесь магазин Думали, сейчас нам Илон Маск, значит, отслюняет нам деньги Налогов, понятно Поэтому Илон Маск таких на Луну отправляет Да, я надеюсь Блин, прикинь, таксистов отправить на Марс колонизировать его Я себе представил Вот это будет колония Плохие кратеры, там какие-то не работают Нужно больше кратеров, я не знаю Мы с мужиками посовещались Кажется, кратеров недостаточно Что-то картошки нам мало дал Нам не хватит Колония недовольных людей просто Там будет раса недовольных людей Идеально, мне кажется Не, круче таксистов засунуть в криокамеру А потом этих же таксистов Разморозить через коконы Я не знаю Когда здесь хоть что-нибудь изменится Никогда Разморозить никогда Идеально Ну ладно Не, да, представьте Победят просто мир Тут уже будут жить без полу И существовать Всякие разные гендеры и прочее Ну и сейчас уже живут, в принципе Тут такие таксисты И они такие Епт Кстати, еще одна вещь Которая из-за того, что нет правительства И с нового года Яше просили передать Что из-за того, что у нас нет правительства Его фирма не может получать деньги По госзаказам, на которых они работают И поэтому Яша теперь без работы Так что если у кого-то есть работа Для хорошего звукорежиссера Который может сделать Всю звуковую работу Или трансляцию на ивенте То, пожалуйста, напишите нам Напишите Яше Спасите его от голодной смерти А мы ему не платим Не потому, что он плохой звукорежиссер А потому, что мы нищеброды Ну да Я, Лев, потратился на такси От Петахтиковой домой Ну я чуть не вздох от этого, если честно От злости За то, что мне пришлось это сделать На самом деле Потому что я такое обычно не делаю Но я понял, что Альтернативы мне очень не нравились Ну справедливо Давайте еще поговорим коротко Про инновации с первого января Во-первых, обязали все прокатные самокаты Оборудовать номерами Теперь у каждого прокатного самоката Есть номер сзади И сделано это для того, чтобы Злостные нарушители правил ПДД Так называемого Получали по заслугам Потому что вы, например Если кто-то мчит на красный свет Или сбивает вас Вы можете сфотографировать его на телефон Отправить все это куда-то там Я не помню точно сайт Вы можете на Балган Ньюс Мы постили это Там есть ссылка, куда отправить все это И его вычислят Вычислят по номеру самоката И накажут Нет, ну на самом деле Если честно Концепция мне нравится И мне нравится Ну потому что, типа Есть люди, которые реально отбитые То есть если ты на своем самокате Ты хотя бы понимаешь Чем ты рискуешь А на прокатном Ты особо и не понимаешь Чем ты рискуешь Там и прочее Поэтому в принципе Люди абсолютно сумасшедшие И я поддерживаю эту инициативу И считаю, что это очень хорошо И еще заставили всех Ну по-моему это будет чуть позже Чтобы все прокатные самокаты Были оборудованы касками Или как-то Короче Ну да, ну это сложная история Но я посмотрим Ну как-то может замок Посмотрим, как они ее зарулят Будет интересно Да, это интересно Вот Но по-моему это не сейчас Они должны через какое-то время Это вести И последнее, что я хотел Рассказать Маркировка продуктов питания А, блин, прикольная новость Это прикольная новость Что в Израиле обязали Некоторые товары Маркировать, что они вредные Из-за какого-то содержания Повышенного содержания Там соли Или жира Или еще чего-то И другие товары Что они полезные Потому что там как раз Этого содержания нет Или что-то такое Я точно не помню Ну да, это можно прочитать Нового Ганьюз Там мы писали Но все равно, что да Будет маркировка вредных И полезных товаров И посмотрим, как это повлияет На самом деле Ну, кстати, это интересно Но во всяком случае Вы сможете хотя бы понимать Что то, что вы ели Думали, что это полезно На самом деле Не очень полезно Потому что туда напихали Кучу соли Или наоборот Кучу сахара Я считаю, что я обедаю В так называемой Хатулие Типа Это просто Кошатня Чисто что? Да, перевод на русский Кошатня Там просто чуваки Делают мясо И теперь понятно Из кого Можешь не продолжать Лев, давай Мы остановимся Нет, мясо из курицы Все-таки Ты увидел Я утром уйду на работу И они его жарят Кашу На бед продавать Ну и там идет Такой черный дым От черных котов Все понятно Думаю, что типа Не знаю, чем они там маркируют Но жарят хену На чем-то странном Да Ой-ой-ой Это невкусно Но я не могу перестать там есть Мне кажется Что-то не надо Подмешивать Это мясо Давайте двигаться дальше Что у нас по новостям? У нас Новости культуры От Маши Маша зашла Я просто слушаю Макса Маша молчит Я устал У меня левое ухо Просто напрягается Все, теперь расслабь левое ухо И напрягай Ладно, я быстро расскажу Про один из проектов Про которые я давно Хотела рассказать Он называется Playground В общем Суть проекта в том Что он музыкально-танцевальный Но мне очень нравится идея Я, правда, была на нем Уже, наверное, год тому назад Сейчас я все пытаюсь попасть сюда Когда я буду свободна в это время Ближайший будет 28 января В чем суть? Идея такая, что вы приходите И всегда проходят в одном и том же месте Называется это Клуб The Zone И вы туда приходите И там есть музыканты Часто это либо трупа Которая работает с этим проектом То есть живая музыка Либо это приглашенные всякие звезды Которые там что-то поют Вот И есть трупа Которая танцевальная И суть в том Что вы наблюдаете За тем, как танцоры эти Они импровизируют Под живую музыку И это на самом деле Очень крутая идея Потому что это что-то Что происходит здесь и сейчас Это профессиональные танцоры Не какие-то там Самозванцы Которые ничего не умеют Без здоровости Вот Это крутая музыка И это один из способов Как можно культурно И интересно провести Время Так что этот проект Очень рекомендую К посещению Стоимость билета 50 шекелей Туда Там можно Прибухнуть Посмотреть танцы Послушать музло Вообще По-моему Шикарно Прибухнуть И пуститься в пляж Пространство Не супер большое Прям Так что Там билеты Иногда заканчиваются Имейте в виду А еще Я сходила на Поп-ап Мюзем О котором я рассказывала В прошлом выпуске Как проект года Он был Моей номинацией Сейчас Очереди Стали просто Еще больше Потому что В прошлом году Я была на открытии И я попала Ну за минут 20 Может туда Сейчас это был Предпоследний день Проекта И я простояла В очереди Около 2 часов Чтоб туда попасть Но оно того стоило По моему мнению Слышите Так его вообще Он закрылся полностью Сносит же там дом Дом снесут Да Я хотел сходить Сегодня был последний день До 10 часов Но там уже пишут Что до 7.30 Если вы не пришли На точку То у вас Ну нет смысла стоять Потому что вы просто Не успеете зайти Вот И ну сейчас масштаб не было Там много интересных работ Там же в спонсорах Был Adidas Их То есть сейчас Многие подтягиваются Потому что Много шума Крутая концепция И сейчас там было Больше И работ всяких Плюс еще на последнем этаже Они сдали рампу Для скейтеров И были многие художники Которые представили Кучу разрисованных скейтов Я обычно стараюсь Ходить на то Что Маша рекомендует Ну потому что Это реально клево Но в этот раз Меня отпугули Двухчасовой очереди То есть я все-таки Чувствую Потреблюсь к культуре Но вот Три минуты очереди Да Точно да Стоит идти Три минуты достаточно Два часа Точно нет А вот где мой порог Я не знаю пока То есть минут семь с половиной Приблизительно Вот семь с половиной Скорее всего Почти во всем случае Да Я вообще собиралась Идти в субботу Но вот из-за бури Я так понимаю Что люди Многие в принципе Туда не дошли Поэтому что И еще со мной поток Поэтому лег на воскресенье И дальше То есть там и так Были очереди Но из-за того что мне кажется Выпал полностью И выходной Суббота То люди ломанулись После работы Воскресенье Ну как и я И это было Прям жестко Много людей Очень Да Понимаем Так Подумай об этом Я хотел В конце Аннексировать кусок Маши на территории Так Вот И Да Просто в меня полетел Заточенный карандаш Я хотел рассказать вам Про музыку Потому что я слушаю Очень много музыки И я подумал Почему бы не начать Слушать израильскую музыку Так И я узнал Что оказывается В Израиле Помимо абсолютно Отвратительного Поп музыки Отвратительной Вот В Израиле Есть очень много Прикольных групп Нет Мы еще Отвратительный транс Просто ужасный Дабстеп Да Но Нет Оказалось что В Израиле Есть много Групп Не только Андеграундных Но и таких Полуандеграундных И я хотел вам рассказать Сегодня про В прошлом году Я вам рассказывал Про Whitescreen И как бы вам В этом году В этом году В этом выпуске Я расскажу вам Про другую группу Которая очень интересная Которая называется Tiny Fingers Крошечные пальцы Так Вот Это Группа Трех друзей детства Вот Которые нашли себе Четвертого друга И начали бахать Инструментальную музыку Вот О них Жанр Заявлен Как Такой Построк С элементами Электроники Дабстепа Вот И Они выпустили По-моему У них 6 студийных альбомов И они В каждом альбоме У них разное звучание И вот В 2019 году В осень 2019 У них вышел сингл Который называется Session X Так Вот И Очень прикольная Очень хорошая музыка Лайтовая Она По звучанию Немножко похожа Как Radiohead Только без забывающего Тома Йорка Вот Как я казалось бы Сейчас слушать Radiohead Я не слушаю музыку Поэтому почти здесь слушаю Но я не знаю Что я слушаю В общем Группа на самом деле Очень интересная И Я вам рекомендую Мы как раз В конце В конце выпуска Врубим Врубим трек Вот И я постараюсь В следующем выпуске Еще уже рассказать Про губинт Израильского Израильского Исполнителя Интересного Круто Да А теперь у нас Самое важное Самое важное Это розыгрыш подарков Итоги Конкурса Так Лев зачитает Победителей Да Их было не так сложно Определить На самом деле Не обманываем У нас реально Есть интересные Прикольные подарки От каждого из нас И Мы просили вас Писать ваши итоги года И Ну В комментарии на ютубе Ну потому что просто Извините Те кто слушает Наш подкаст В аудиосервисах Вы слушаете На самых разных площадках И там нет нигде комментариев Мы не можем мониторить все Да Поэтому конкурс Мы скорее всего Делаем на ютубе Ну то есть Там проще Находить обратную связь Людей Спрочем находить Ну да Но я думаю Что вам проще будет Тоже Если вы послушали Даже нас на Саундклауде Или где-нибудь В Apple Music Зайти на ютубе Просто оставить комментарий Сохотите поучаствовать Я думаю Что можно не смотреть все видео Не страшно Мы не обидимся Вот Короче Только Яша чуть-чуть Ну Яша немножко обидится Да И все Ну просто обижайся Не знаю Итак Я хочу подарить По очереди будем Да Давай Ты можешь зачитать Когда ты хочешь Все читал Все комментарии Не надо Все комментарии читай Вот Оля Соль Ольга Сол Я зачитаю парочку Давай Что-нибудь Что мне понравится События года Музыкальный фестиваль So Low В Хайфе Мэрия Представила фестиваль Часть порта Было очень красиво Открытие года Проект свалка И открытие Декатлона Я думаю Что Юра У нас в двух гостях И проект свалка Который уже открылся И закрылся временно Возможно временно Да Очень рад Но закрылся Потому что сносит здание Ну да Он закрылся Потому что сносит здание Да Где он находится И потому что Версона года RunLevy Основатель сети подкастов Кстати Asim История У них конечно Интересный контент В этом году Они запустили Ребята делают подкасты Надо послушать Факап Года События вокруг Гибели Соломона Таки Эфиопские протесты Ну в принципе логично Надежда года Ялла Балаган Вы огромные молодцы И я желаю вам Всяческих успехов И роста Спасибо огромное Оля Ольга Не знаю Допустимо назвать вас Оля Подарок будет от меня Я хочу подарить череп Не свой Точнее нет Свой Но не из моей головы То есть это не он То есть Короче у меня дома Как вы можете заметить Лева чуть-чуть побольше У меня очень много черепов дома И Будет почти такой же Как этот Только побольше То есть у того черепа Есть история Не у этого Того черепа зовут Морте Морте Это Персонаж из компьютерной игры Одной Какой? Если же пояснить То ли Монки Айланд То ли Этот самый Нет не Монки Айланд Это из Пенскейп Тормент Не играл Но осуждаю Да Я просто Интересно Какая же игра Просто Здорово звали Мюриэль По-моему И вон Короче Ладно не важно Морте Он Был со мной Время когда я работал В каворкинге И он сидел Мне за столом Он получил имя Каворкинг закрылся И я его выкупил оттуда Красава И подарю вам Ольга Спасибо Кто следующий Макс? Да Прочитай пожалуйста Меня Я не вижу Катерина Шулик Да Зачитай Хорошо События года Иудейские горы Признаны первым Израильским Апельсоном Так что теперь Израиль официально На мировой Винной карте Вот так вот Да Это очень классно Я не знаю Что такое Апельсон Ты тоже не знаешь Катерина Это очень интересная новость Потому что Я почитаю Мы узнали новое Открытие года Синематекс Тель-Авива Отличные фильмы Без рекламы Еще в Зале нельзя Есть Что дает возможность Сконцентрироваться На Физе Хотя наоборот Если люди не живут И начинают друг с другом Разговаривать И возможно это еще хуже Непонятно А там говорят Ты сейчас там бываешь По-моему Да Там не говорят Мы с тобой там были Нет Там была реклама Когда мы были А да Да А ну значит Бывают они на рекламу Окей хорошо Персона года Израильская группа Фултрак Ты знаешь таких Нет Надо послушать Послушай Фултрак Большинство не предполагает Что они израильтяне Факап Ад и пробки Случившиеся Из строительства Легкого метро Поддерживаю Надежда Что третьими выборами Все и закончится И мы на это надеемся Мы тоже надеемся Да Максим Какой подарок Я дарю вам книгу Мою любимую книгу Джорджа Урала 1984 На английском языке На секундочку Так Вот Вы можете Прокачать свой английский На языке оригинала Почитать Книга очень классная Моя любимая Я очень ее люблю Вот Поэтому Наслаждайся И Сама хочешь зачитать Или зачитать Для тебя Читай Хорошо Маша подарит подарок Человеку по имени Петр Или Петр Или Питер Ровный Так бывает События года Третьи перевыборы Пусть плохо для экономики Но Третьи перевыборы У нас демократия Справедливо Петр Да Или Питер Человек года Малка Коэн Армон Знакомая Профессор Руководитель исследований В результате которых Были изобретены новые Подходы к терапии Рака поджелудочной железы Класс Да Факап года История про Хамас Когда во время очередного Обстрела Одна из ракет Пала в здание На территории Газы Причем В административное здание Неживое Хорошо что без жертв Без жертв Но почаще Были такие факапы Окей Допустим Жестко Жестко Ну в тему сегодня Шутки про смерть Хорошо что ты это читаешь Открытие года Уноход берешит Справедливо Да Это в начале года Да мы не застали Это даже подкаст Родимся позже Надежда года Для меня это Наама Ужасно Маленький человек С жертвами в руках Больших людей И обстоятельств Согласен Полностью Поддерживаю От себя поддерживать Хотел бы ребята Продолжать в этом же духе Потому что вы делаете Это информативно Очень смешно и тепло Друзья Спасибо большое Сегодня особенно смешно было Особенно тепло Спасибо огромное Маша рассказывает Ты даришь Смотрите Это одна из моих картин Я не знаю Видно или нет Это оригинал Картины Оригинал я не дарю Оригинал Маша продаст Да Он продан уже Просто не долетит Все Я дарю Собственно Как сказал Лев Репродукцию С этой картиной Цифровая Репродукция Постер Да Так что поздравляю Петр Питер Или Питер Руби руки Я не знаю По вибрациям Голоса Именно Да И нельзя писать Лучку на ютубе Поэтому Напишите нам Пожалуйста Можно в форму Обратной связи Мы ее везде Прикладываем И приложим ссылку К этому выпуску Или напишите нам Как с вами связаться Может быть Ну да Или мы дадим ссылку На телеграм На чей-нибудь из нас Например Там есть мой инстаграм Еще в комментариях Можем взять мне в инстаграм То есть да Ну на самом деле Мы давайте так Мы дадим вам ссылку В комментариях К этому выпуску Чтобы она была Единая Неделимая И вы могли в нее написать Как Иерусалим Да Как Иерусалим Все верно Да Ну что друзья Да Давайте еще скажем Спасибо всем нашим Патронам Которые поддерживают нас На патреоне Да Огромное спасибо Ребята Про патреон скажу Патреон это Я буду говорить туда Потому что там камера выключилась И включать мы уже не будем То есть Ну на патреоне у нас есть патроны Которые нас поддерживают Мы на свои деньги купили оборудование То есть все эти микрофоны И железку Которая зависла на почте Израиля Чертова Потому что почта Израиля Потому что почта Израиля Просто днище Да И мы не можем получить Нашу железку Чтобы вызвать больше гостей Но мы хотим побольше Возможности времени Уделять на видео Также монтировать и прочее То есть И для этого нам тоже нужно будет Какие-то средства вложить Поэтому Если вы нас слушаете постоянно Поддержите нас пожалуйста Да Спасибо за каждое Каждому человеку Да И надеюсь что вас будет больше Вы молодцы И мы молодцы Все молодцы Да И на этом мы попрощаемся И услышимся через неделю С вами были Лев Маша и Макс Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА